МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За прошедшие выходные на территории городского округа Красногорск в чрезвычайных ситуациях не зарегистрированы. Однако было совершено два дорожно-трассных происшествия. 7 апреля в 16.30 на Ильинском шоссе возле КПП Горки-6 произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего был один пострадавший. 8 апреля около 0 часов 30 минут на дороге в деревню Козина и деревню Нефедева в результате наезда на опору ЛЭП пострадали два человека 1997 и 1998 года рождения. С 8 апреля по 9 апреля пожарные расчеты пять раз выезжали для тушения пожаров. Один из них для тушения двухэтажного дома в деревне Бузланово, остальные для тушения различного мусора. Дважды за выходные экстренной службы выезжали по сообщению о подразительных предметах в городе Красногорске и поселке Архангельское. Было ряд отключений горячего водоснабжения и холодного водоснабжения в городе Красногорске, депо Нахабино, микрорайоне Павшино, микрорайоне Апалиха, поселке Архангельское. За выходные обращения службы 112 было 2427, из них пожарная служба 19, газовая служба 8, скорая медицинская помощь 340, полиция 224, прочие 2176. Одним из определяющих факторов уровня социально-экономического развития территории является демографическая ситуация. Численность в районе выросла за год более чем на 14 тысяч человек и составила по данным в МОС облстата на 1 января 2017 года около 232 тысяч человек. Основной прирост населения дают миграционные процессы. Вместе с тем на протяжении последних пяти лет имеется положительная динамика и по естественному приросту. В 2016 году родилось 3 180 детей. Рождаемость превысила смертность на 860 человек. В городском округе состоялся первый массовый весенний субботник. Чтобы сделать Красногорск чище, на улицы вышли больше 12 тысяч человек. Главная площадка масштабной акции в муниципалитете развернулась в усадьбе Знаменская Губайлова. Сейчас поставим там людей, поставим сюда людей и потихонечку по сторону кухни. После распределения сил и средств под музыку и с хорошим настроением, как признались сами участники, в каждом уголке исторического места трудились активисты. Я вот с ребенка справился в полославную гимназию, здесь школу отвожу. Здесь попросили выйти на субботник. А что, мне сложно что ли помочь? Козовы души. Хорошее настроение. Сейчас все уберем и все свободно. В числе борцов за чистоту были сотрудники всех отделов и управления администрацией, депутаты и общественники. На уборку вышли и те, кому по долгу службы приходится штрафовать за мусор. Это просто банально убрать город от мусора, который скопился у нас за осень, за сезон, за зимний сезон, после таяния снега. Погода сегодня благоприятствует. Не жарко, не холодно. Хорошая погода, хорошее настроение. Естественно, весь состав 29-го отдела, единственное, мы выделили один экипаж, два человека, на контроль, так сказать, ну такой контроль, рабочий, оперативный контроль процесса уборки на территории городского округа. Точки выдачи инвентаря работали в этот день на всей территории городского округа. Всего их было открыто больше полсотни, в том числе в Путилково, Нахабино, Петрово-Дальнем и Павшинской пойме. На Ильинской территории поселка Истра проходит субботник, проходит субботники на Транинской территории, проходят субботники в Нахабино, в общем-то по всем территориям. Еще у нас 120 человек приехали с Московской области, это с фонда капитального ремонта, они убирают зону парковую за Макдональдсом, между улицей братьев Грожанкиных и Полевой. Организаторы субботника постарались превратить обычную санитарную акцию в праздник. Впрочем, задача была весьма серьезная – избавить от мусора максимально большую часть муниципалитета. Территорию, что не удалось охватить в первый субботник, планируют обязательно очистить во второй. Он состоится уже 22 апреля. А тем, кто хорошо трудился 8 числа, достался обед полевой кухни и чувство самоудовлетворения. В Отраднинском территориальном управлении Красногорского округа начался спил сухостойных деревьев. Выявляют старые аварийные, угрожающие обрушением или надломом, удаляют их. Вырубка опасных деревьев – это одно из важных условий обеспечения безопасности, считают коммунальщики. Вдоль дорог, где у нас тротуары, машинам, если мешают, сухостой, позы, все это мы удаляем. Все это удаляем, соответственно, и убираем. Все это вывозится, техника у нас есть, люди. Как часто это делается? Это делается после зимнего периода? Это делается пару раз в месяц, весной обязательно, после весеннего периода, обязательно это, ну и, соответственно, там усмотрим уже, где-то сломалось, может быть, в течение, то мы сразу же выезжаем и удаляем. Специалисты проводят ежедневный мониторинг ситуации на территории Отраднинского и оперативно реагируют на обращения жителей, которые поступают на портал Добродел. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье проведет выездной прием в Красногорске. 13 апреля с 11 до 15 часов Ксения Мишонова будет работать в городской общественной приемной органов исполнительной власти. На речной 20, корпус 2, можно будет получить консультацию или оставить заявку на решение вопроса. Запись на прием ведется по телефонам 562-8271 и 562-4010. В Мособлдуме обсудили тему второй смены в общеобразовательных учреждениях. 230 школьных зданий будет построено и реконструировано до 2021 года в Подмосковье. Планируется, что к этому времени вторая смена будет полностью ликвидирована. По данным Министерства образования Московской области, в городском округе Красногорск за четыре года построят две новые школы в Нахабино и в микрорайоне Павшинская пойма, каждая на 550 мест. И три пристройки на 500 мест к школе номер 10, на 550 к лицею номер 1, на 200 мест к Ульяновской школе и на 400 мест к Архангельской. В регионе финансирование строительства социальных объектов ведется как из регионального и федерального бюджетов, так и за счет инвесторов. Если мы говорим о госпрограмме образования по строительству школ в рамках ликвидации второй смены, то 230 объектов, которые мы должны построить для того, чтобы ликвидировать вторую смену к 1 января 2021 года, то общая сумма бюджета и вне бюджета составляет порядка 150 миллиардов рублей. И дополнительно также были по поручению губернатора выделены деньги и решен вопрос о капитальном ремонте 10 школ в муниципальных образованиях, которые были построены и ни разу не ремонтировались капитально. Это школа 1946-1958 годов постройки. И на ремонт этих школ выделено дополнительно в бюджете 340 миллионов. В центре внимания Госаднотехнадзора – брусчатый поселок. Здесь инспекторы ведомства проводят очередной рейд по выявлению водителей, паркующих свои авто на газонах, детских площадках и других непредназначенных для этого местах. Обращают внимание и на автохлам, брошенный в дворах. Такие мониторинги проходят регулярно, уточняют в ведомстве. Только за первый квартал этого года уже зафиксировано более 150 нарушений. В ходе сегодняшнего рейда и ранее уже мониторингом совместно с администрацией городского округа Красногорск были выявлены достаточно большое количество брошенного, разукомплектованного транспорта, который у нас располагается во дворах. В том числе и грузового транспорта, и спецтехники. Все данные правонарушения, данные факты будут переправлены, перенаправлены в администрацию городского округа для принятия решения об эвакуации данного транспорта. Мы со своей стороны, там где транспорт является запаркован, брошенный с нарушениями законодательства, обязательно владельцам транспортного средства также направляем постановление об административных правонарушениях. В ходе рейда инспекторы оставляли автолюбителям памятки с информацией о стоимости парковки на зеленых зонах и ее обоснования. Мы информируем всех автовладельцев о штрафных санкциях. Вот наглядно я могу продемонстрировать. Для граждан это штрафные санкции от 1000 до 5000 рублей у нас предусмотрены. Для владельцев транспортных средств такие штрафные санкции. Но для должностных и юридических лиц они, конечно, значительно выше. Вот мы видим, для юридических лиц доходит до 100 тысяч рублей штрафные санкции, если этот автомобиль принадлежит организации. Вот такие серьезные штрафные санкции у нас предусмотрены законодательством, законом Московской области, кодекс Московской области об административных правонарушениях. Ежегодный международный фестиваль спортивного кино «Красногорский» пройдет с 13 по 20 апреля 2017 года. На сегодняшний день он является крупнейшим в Восточной Европе и странах СНГ. В этом юбилейном для фестиваля году поступило рекордное количество заявок – около ста кинолент о спорте, рассказали организаторы. В связи с чем форум продлится восемь дней. Победителей в различных номинациях определит жюри, в состав которого вошли деятели культуры и искусств, политики и спортсмены. В рамках фестиваля традиционно пройдут не только показы конкурсных работ, но и авторские презентации и творческие встречи. В Красногорске состоялся товарищеский матч по мини-футболу между командами администрации городского округа и учреждений здравоохранения территориального управления номер 9. Поддержать футболистов пришли именитые спортсмены, победители различных чемпионатов по хоккею с мячом – Валерий Бачков, Александр Тиняков и Леонид Лобачев. Пожелали честной игры всем любителям футбола и руководителям муниципалитета. В этот день хочу пожелать здоровья. Второе. Мне очень приятно стоять в ряду таких именитых наших чемпионов городского округа Красногорск и России, и Московской области, которые сегодня нашли время прийти поприветствовать участников соревнований. Очень здорово, что инициатором сегодняшнего матча по мини-футболу явились именно сотрудники 9-го территориального управления Минздрава Московской области и наших лечебных учреждений городского округа Красногорск. Ну и, безусловно, спорткомитет. Команды сыграли два тайма по полчаса. С самых первых минут лидерство удерживали гости. На перерыв игроки ушли со счетом 5-4 в пользу медиков. Во втором отрезке матча отыграться хозяевам так и не удалось. Представители лечебных учреждений одержали уверенную победу. Итог встречи 12-8. Субтитры создавал DimaTorzok